Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Мы снова вместе с вами в прямом эфире программы МАГЭС ДЕ НА СЕЛЕ. После становления нас как личности, первостепенной задачей и целями является построение института семьи. Недаром говорят, все эти стрессовые ситуации, гнев, внешние факторы, с которыми мы сталкиваемся в повседневности, могут привести к недопониманию и в итоге развод. Поэтому мы должны быть готовы к любым жизненным ситуациям и к любым подводным камням, о которых нам сегодня расскажут гости нашей сегодняшней студии. Специалисты из разных областей расскажут, как сохранить семью и наладить отношения. Давайте знакомиться с гостями. У нас сегодня в гостях Руслан Хаиргельде на ИПМАМ Центральной мечети города Алматы и Меркулова Майя Александровна. Психолог, член ассоциации когнитивно-повенденческой психотерапии, арт-терапевт, телесно-ориентированный психотерапевт, многопрофильный специалист в области психологии. Добрый вечер. Ассаламу алейкум. Ну что ж, действительно, на сегодняшний день на плаву актуальна остается тема касательно сохранности семьи и разводов. Первый вопрос, Раке, в вашу сторону. Что такое семья? Что в руководстве сказал об этом нам Создатель? Ну, во-первых, я думаю, все со мной согласятся. Это семья, это самое святое, наверное, у человека. И вообще во всех конфессиях это самое святое. Если рассуждаясь с точки зрения ислама, то мы знаем, что брак, семья – это некий договор между супругами. В исламе в основном это практикуется как слово «никак». Можно говорить «брак» или «семья» – это некий договор, который супруги должны выполнять между собой. И это туда что входит? Мы понимаем, что в исламе, опять же, с точки зрения ислама говорить, то есть обязанности супругов друг перед другом. И когда вот заключают договор, вот брак – это некий договор, который должны выполнять супруги, да, это, конечно, проявлять понимание, относиться хорошо друг к другу. И, как мы знаем, вообще по браку или же женитьбы, да, семья – это милость Аллаха, во-первых, безгонечная милость Всевышнего Аллаха. И, можно даже сказать, это благословение Всевышнего Аллаха. Аллах, субхану ва-та-аля, соединил, скажем так, сердца двух людей. Они, молодые люди, полюбили друг друга, и после этого начинается семья. Поэтому, во-первых, я бы хотел сказать, это самое святое, что есть в жизни человека, и нужно оберегать свою семью всегда во всех отношениях. Я создал ваших жен для того, чтобы… И хотел, конечно, процитировать аят, где Всевышний Аллах говорит «Мавадда ва-рахмэ». И вы будете находить успокоение в них, в своих женах, и Аллах сделал так, чтобы Аллах сотворил между вами любовь и милосердие. И если супруги будут всегда ценить это и будут как бы воплощать все эти карнические аяты в своей жизни и понимать то, что Аллах благословил их брак, я думаю, такой проблемы, как развод, вообще бы не было. И пророк Мухаммад говорит в хадисе, что брак, никах – это из моей сунны, это мой путь. Кто отвергает мой путь, тот отвергнулся от меня. Нужно всегда ценить ту милость, которую Аллах оказал нам. И не зря все-таки Аллах Всевышний говорит в Коране «Ставзимилля» И вы будете находить успокоение в них, то есть в ваших женах. Поэтому если молодые люди, муж и жена будут выполнять свои обязанности, согласно сунне, порок Мухаммад, я думаю, они, наверное, будут утопать только в радости, в спокойствии и, скажем так, в сладости семейной жизни. Майя, ну смотрите, вот сейчас мы встречаем среди молодежи страх, то есть страх создания семьи. И это происходит, с этим состоянием сталкивается как мужчина, так и женщина. Но вот с чем это может быть связано? В первую очередь у нас все происходит из нашей семьи. То есть существует некая модель, по которой ребенок двигается дальше по своей жизни. То есть есть мама и есть папа. И те взаимоотношения, которые были между родителями, естественным образом ребенок впитывает в себя и в большинстве случаев транслирует в своих дальнейших отношениях. Если семья по каким-то причинам была неполная, или ребенок воспитывался в условиях, где не было обоих родителей, то, естественно, он сталкивается с тем, что испытывает страх, а как будет происходить, как будет протекать его семейная жизнь. Каким образом ему воспитывать своих детей, каким образом выстраивать правильно взаимоотношения с партнером. Причем с этим может столкнуться как мужчина, так и женщина. И вот в возрасте, я думаю, здесь все-таки ограничений нет. С этим может столкнуться и девушка или парень в 18 лет, так же и в 45 лет. Поэтому все-таки, как бы там ни было, все ноги у нас растут из семьи. Поэтому страхи, как правило, тоже возникают именно оттуда. То есть, если в семье были не совсем правильные взаимоотношения, если ребенок наблюдал конфликты между родителями, если ребенок сталкивался с взаимоотношениями деструктивного характера, то есть родители, возможно, употребляли алкоголь, либо любые другие психоактивные вещества. То есть, естественно, ребенок является уже травмированным. То есть, это все ее отражается, да? Конечно, это все отражается. И в дальнейшем у него уже какая-то вот барьер какой-то, да, появляется? Да, появляется барьер, появляются страхи, появляются комплексы, низкая самооценка, неуверенность в себе. Это как раз-таки вот все те дальнейшие симптомы, из-за которых происходят в дальнейшем разводы. То есть, нет так какового примера построения правильных взаимоотношений в семье. Вот просто нет этой модели. К сожалению, у нас во многих семьях такое транслируется, когда это мама-одиночка или отец, который воспитывает детей самостоятельно. Вот, пожалуйста. Вот, Раке, зачастую мы слышим, что разводы могут происходить по причине, скажем, гнева и каких-то эмоций, да? Как совладать с собой и что для этого нам нужно делать? Ну, вот, к примеру, скажем, мужчине, да? Ну, во-первых, мы должны знать, что, во-первых, если взять саму проблему развод, да, то есть я, конечно, не могу ошибаться, если психолог подправит меня. По статистике я вот слышал, читал, вернее, читал, что мы, каждая третья пара в Казахстане разводится. И мы, если я не ошибаюсь, вступили уже в десятку рядовых стран по разводу. И при таком количестве 16 миллионов в Казахстане, представьте, если мы уже вступили в десятку по разводу, я не знаю, что уже через 10-5-10 лет уже ожидать, понимаете? Такое количество, да? Понимаете, развод настолько сейчас... Я вот, когда мы служим в мечети, в центральной мечети, и, знаете, в неделю столько молодых людей приходит, особенно приходит и парень, который жалуется на свою супругу, приходит и девушка, которая жалуется на свою супругу, приходят и родители, которые жалуются на своих детей, да? А самое главное, все-таки, в конце концов, они допускают развод. Допускают развод, вы знаете, вот раньше старшее поколение хорошо знает этого, как бы так их проблем очень редко слышал, да? То есть, когда люди разводятся, все знали, что это неправильно, все осуждали таких людей. А вот сейчас это вообще как будто не проблема. Развод — это не проблема. Почему? Потому что, я не знаю, родителям, может, не советуют, может, родители, как говорится, я не знаю, не вмешиваются в жизнь, может, как-то еще, да? Но самое главное хочу сказать, что если с точки зрения ислама, Рок, салаллаху али-я-саляму, сказал, Что является ненавистным, но то же, что Аллах дозволил, это является таляк, то есть развод. Аллах на самом деле не любит это действие, Аллах не любит это делать как развод, но все же Аллах дозволил. И есть строгие условия, строгие условия, когда Всевышний Аллах дозволяет действительно развод. Какие условия? Когда действительно, бывает, когда случаи, муж и жена уже опасны друг для друга, да? готовы убить друг друга или каждый день ругаются дерутся или когда если с точки зрения ислама опять же говорить если жена безбожница или наоборот супруг до неверующий человек или просто очень сильно ругают родители ту или иная та или иная сторона да ну и так далее если такие очень-очень строгие условия должны иметь место после этого действительно разрешается развод но к сожалению сегодня молодые люди разводятся но все-таки есть еще и внешние факторы какие-то да да которые могут повлечь да это говорят супругой такие супруги и вообще в целом общество говорит что влияет на это материальное положение да и так далее я думаю все таки действительно если молодые люди ценили такое святое как брак как семья а мы не они бы все-таки проявили терпение вспомнить допустим истории сподвижников историю пророка махаммада салла лист from было время когда пропагана салла с на возвращаясь домой спрашивался и супруга еще спрашивал о айша что есть сегодня на ужина еще говорила для или хелен или холин то есть о парок мухаммад у нас сегодня на ужин есть только уксус создайте в уксус что пророксал сказал просто снова неси уксус они просто ужинали уксусом на этом засыпали понимаете, то есть проксослан тоже испытывал такие моменты, материальные положения, когда нечего было есть сподвижники, посмотрите на них, вы их историю, проксала сподвижники, если мы посмотрим историю сподвижников, есть такая вот небольшая история, расскажу, когда сахабы сподвижников, они тоже были богаты и были бедные, и когда бедные сахабы выходили просто утром на работу, вечером возвращались, бывало так, что действительно они бывало так, что и зарабатывали, и приходили без денег, да, но уходя из дома, жены, смотрите, жены с моим садыжником говорили, мы готовы все перетерпеть, и холод, и голод, да, все готовы перетерпеть, но мы не сможем терпеть огонь ада, пылающего ада, на что сахабы сказали, почему ты вдруг вспомнила супругу, обращаясь к супругу, они говорили, почему ты вдруг вспомнила огонь ада, они сказали, если вы хоть кусочек какой-нибудь принесете домой из недозволенного, представляете, из недозволенного кусочек, то Аллах нас очистит только огнем ада, понимаете, и если подумать, посмотреть на молодежь сегодня, чем они зарабатывают, каким путем зарабатывать, если они зарабатывают недозволенным путем и кормят свою семью, конечно, итог будет только развод, понимаете, поэтому здесь, когда молодые люди женятся, условия никак, есть одно условие, строгие условия, называется иджаб ва-кабуль, да, то есть обоюдное согласие, и вот после этого согласия молодой человек говорит, да, я полностью беру на себя всю ответственность от его отца, от ее отца, то есть в качестве как амана, что это как амана, это на сохранение до условного дня, он полностью отнесет ответственность за свою семью, за свою супругу, и туда же входят каждый, я не знаю, каждый кусочек хлеба должен именно быть заработанным дозволенным путем, если он заработан запретным путем, конечно, то есть там тоже блага может не быть, да, если он... Безусловно, безусловно, в этом будет благо, в этом будут блага, если же действительно супруг, супругу сложно устроиться на работу, да, ему сложно устроиться на работу, зарабатывать какие-то деньги, сумму денег то обязательно супруга жена должна проявлять терпение давать поддержку ему и обязательно вот как жены сахабов как я уже привел пример жены сахабов они так как сегодня очень стало модно когда жены наталкивать мужей на запретные вещи как купить шубу в кредит автомобиль в кредите так далее да ну потом и проблемы думаю начинается я после непосредственно с этим каждый день сталкиваюсь вижу приходит люди на своем собственном примере практики дать и я обнать еще такой знаете немножко сегодня тоже мужчины немножко стали я за всех не скажу но я бы сказал игре стимеда почему потому что почему-то в обществе до взять кого-нибудь брата мусульманина за многих за него говорят в обществе среди кругу в кругу его друзей на работе коллеги все его хвалят всегда о какой хороший брат какой хороший семьянин и так далее так далее может а многих из нас тоже так говорят но возвращаясь домой вы встречаем вообще иного человека черств вообще другого человека заходит такой без настроение да все у него плохо все у него страшно ничего не сложилось у него так жена и дети они же не виноваты в этом правильно они же не виноваты вот твоя задача кормить свою семью утром выходить вечером возвращаться до обязанности жены встретить тебя приготовить все что ты любишь да и все дальше ты должна оставить свои проблемы там где-то на пороге там где-то в подъезде понимать и домой возвращаться с хорошим настроением чтобы какие бы у тебя проблемы не были понимать вот такая проблема вот среди вот многие мужчины и парни ребята мусульмани братья вот больше проводят время среди кругу друзей коллег на работе до отдыхают по выходным или же среди своих одноклассников и так далее там подобное а вот семье время не уделяет внимание сильнее уделяет вы тоже может большим показателем причины это это я вам психолог со мной согласится я думаю это большой показатель почему потому что семья ваша жена дети они нуждаются вас в вашем внимании нуждаются нужно действительно проявлять вспомните как пророк мухаммад саласлам проявлял внимание своей супруги да он выходил вечером гулял со своей супругой женой они были играли шутили они бегали на перегонки саешь и представить исходить где православном говорит где в первый раз они соревновались бежали а еще рады лагна то есть победила первая подбежала во второй раз православа лево салям дверь бы добежала айша то есть проиграла на что проксослан тоже подшутил над ней то есть опять же если возвращаться к суньи проком хаммад саласлам мы видим что просто очень теплые отношения к семье и жене и так далее знаете вот не понимаю таких людей к опять же мужчин когда вот говорят я там воспитываю своих детей свою супругу только взглядом и так далее стоит мне повернуться там посмотреть таким взглядом нами поймет и так далее нет этого всего не надо делать просто уделяю внимание живи по суни проком хамм салам и все ну то есть опять же здесь если исходить от мужчина тебя ты должен понимать что это большая ответственность перед кем то есть вот задайся себе вопросом перед кем перед господом он тебе его дал семью дал супругу детей как вверенное так будет отвечать да и обоих мирах мужчина будет отвечать за ним а еще вопрос в вашу сторону насколько вообще важны чувства любви вот создание семьи все-таки крутимся вокруг этой темы но если вернуться к статистике то за последние 10 лет у нас было заключено более полутора миллионов браков и действительно каждый третий из этих браков он распался причин на самом деле множество если рассматривать с точки зрения отношений то есть эмоциональная привязанность она действительно очень важно то есть важна любовь но тут очень важно не запутаться любовь ли это на самом деле потому что люди иногда под словом любовь могут понимать влюбленность то есть влюбленность она проходит любовь вот мы создаем семью естественно между супругами существуют какие-то отношения страсти забота естественно внимание уделяется друг другу но со временем страсть угасает каждый заниматься начинает своим делом появляются собственные интересы появляются дети которые требуют к себе повышенного внимания и вот тут-то как раз таки и любовь уходит немножечко на второй план в плане страсть как огонь какой-то что ли вот и вот если после этого нет уважения друг другу взаимоподдержки взаимопонимания ни один корабль любви здесь не выдержит то есть помимо любви должно быть еще и уважение взаимоуважение то есть мы любовь любовь можем видеть и по части а также внимания каких-то действий да то есть если скажем как мы можем видеть это проявление любви когда мужчина опять же вот выше говорил о раке приходит домой и его встречает жена если он видит что дома все чисто убрано то есть что-то где-то уже приготовлено ужин готов все прямо вот на месте то тогда возможно мужчина и будет чувствовать то же самое вот внимание как в оболочке любви счастливый мужчина это тот мужчина который просыпаясь утром видит улыбку своей жены не слезы не конфликты не обиды а именно улыбку счастливый мужчина это тот который возвращаясь с работы заходя к себе в дом видит улыбку своей жены то же самое и женщина ждет от мужчины это очень правильно когда мужчина должен свою работу оставлять на работе а домой приходить и быть всецело со своей семьей потому что когда дети и жена недополучают должного к себе внимание должного к себе отношения все таки вот это слово должен да но вот с нами на протяжении там всех веков сопутствует ведь намного легче договориться если люди улыбаясь смотрят друг другу в глаза чем когда отвернувшись друг от друга каждый там себе под нос пытается что-то доказать то есть тут очень важно научиться слышать друг друга не просто слушать а слышать очень важно интересоваться друг другом кто что хочет и кто что чувствует мы так редко спрашиваем что мы чувствуем иногда вот приходят люди и когда им задаю вопрос а что вы чувствуете они теряются они не могут ответить на этот вопрос потому что они не знают что они чувствуют они себя не слышат а все почему потому что у нас сейчас очень много внешних факторов интернет телевидение там социальные сети где транслируется другая чья-то якобы успешная жизнь чьи-то там дома чьи-то автомобили да чьи-то статусы и обычный обыватель глядя на все это он начинает тоже желать всего этого и вот женщина желая всего этого что она будет делать она будет требовать это от мужчины мужчина глядя на все это не имея возможности к примеру там предоставить женщине вот те условия которые она хочет он что начинает делать начинает закрываться то есть мужчине все-таки очень важно уважение женщины мужчина должен слышать от женщины что она им гордиться потому что самый большой мотиватор для любого мужчины это все-таки женщина окрыляет окрыляет женщина способна сделать из солдата генералом у меня тетя моя любимая всегда об этом говорила мне с детства и так же из генерала может сделать солдата то есть очень много действительно зависит от женщины а женщина это что это олицетворение любви доброты нежности милосердия сопереживания то есть это все женщина очаг эта женщина от женщины происходят дети от женщины цветут цветы женщина готовит пищу которую впоследствии ест муж и приходя к таким людям в дом хочется находиться там до уходя от них хочется вот для себя что-то взять новое к сожалению не во всех семьях так на сегодняшний день но мы очень стремимся все таки к тому чтобы вот было какое-то единство институт семьи чтобы он развивался да как на сегодняшний день вот если рассматривать специалистов там тех же самых психологов психотерапевтов люди боятся этого слова они остерегаются потому что им кажется что вот если есть корень псих то это обязательно вот связано с каким-то заболеванием нет то есть это как раз таки тот человек который может вам помочь если вы не справляетесь самостоятельно а люди к сожалению стараются прибегнуть к помощи друзей опять же каких-то развлечений своих которые никаким образом не способствует тому чтобы сохранить брак а наоборот усугубляют ситуацию то есть люди пытаются найти себе какое-то веселье потому что вокруг есть ревность зависть все это же есть а вы совершенно верно то что говорите должен быть какой-то вот нейтральный человек который не знает но обо всем самое главное чтобы этот человек был действительно нейтральный то есть чтобы он не имел отношения к вашей семье да вот потому что как раз таки вот родители тоже иногда могут вложить не совсем правильный фундамент наверно потому что существуют родители которые к примеру могут посоветовать развестись разрушить брак вот в данном случае все таки это будет наверное не совсем правильно потому что если человек создает свою семью он берет ответственность а у нас же сейчас как женщина очень часто примеряют костюм мужчины меняется ролями да зачастую встречая бывает такое да вот а если возвращаясь к вопросу то любовь безусловно она всегда будет стоять приоритете и очень редко когда люди вступают в брак без любви но тут опять же говорю очень важно понимать любовь ли это не перепутать с влюбленностью которая очень быстро проходит и после себя как правило не оставляет ничего потому что после этого мы видим человека совсем в новом свете и не всегда мы готовы отнести с пониманием к его недостаткам потому что во время вот этой эйфории влюбленности мы ведь всегда видим нашем партнере только самое хорошее да а когда пелена сходит и начинаешь видеть что человек оказывается может позволять себе какие-то вещи которые свойственны его характеру и не всегда с этим люди могут смириться ну это да на протяжении потому что ты понимаешь что ты с этим человеком бок о боку жить на протяжении всей жизни то есть каждый должен понимать изначально что если ты делаешь этот шаг то будь любезен все веди веди это дело до конца да там может быть все то есть опять же в семейном институте может быть могут быть и слезы могут быть какие-то эмоции могут быть обиды разочарования опять же вот он подход то есть у нас в принципе есть инструменты в руках посредством которого мы можем найти довольство друг друга то есть опять же супруг супруги супруга супруга да и просто своевременно как бы действовать это знаете если в аналогию приводить такой пример там я не знаю хрустальный стакан и два ты держишь в руках два хрустальных стакана если ты ударяешь их друг от друга они разбиваются а я скажу если если опять же проводить приводить правильную аналогию если мы сталкиваемся с каким-то стрессовыми ситуациями в семье будь подушкой то есть все ты здесь я не знаю наберись терпением скажем да по отношению к своей супруге и то же самое например должна по отношению к своему супругу делать супруга сиюминутную обиду которую можно обсудить вот на здесь и сейчас эта обида исчезнет а вот если с этой обидой ничего не сделать то к этой обиде потом прибавится еще одна потом еще это вот это значит это максимально быть открытым перед своей супругой да максимально быть открытым откровенным то есть уметь найти путь к такому знаете культурному диалогу да с ней то есть раскрыться в этом большая ремарочка небольшая да мужчины часто спрашивают вот она истерит или может позволить себе меня оскорбить или может позволить себе не разговаривать со мной обидится в общем проявляет всячески свое недовольство каждая женщина это делает по-разному и каждый раз я мужчинам говорю что если женщина ведет себя каким-то образом не так как бы вы этого хотели это просто говорит о том что ей плохо это не значит что она вас не любит как часто мужчины начинают думать это не значит что она потеряла интерес к вам да это просто значит что на сегодня на сейчас ей плохо и вот если ей плохо то мужчине следовало бы все-таки уделить внимание потому что женщина такое существо которое умеет закрываться то есть если женщина начинает молчать и перестает разговаривать это уже хороший звоночек для мужчины что нужно что-то делать мужчина как раз таки это вот глагол делать то есть мужчина воспринимает любую информацию как действие да а женщина как эмоцию то есть интуитивно мы чувствуем интуитивно по большей части вот сиюминутно почувствовала обиду естественно вот это обида во что-то вылилось а мужчина он закрывается уходит свою ракушку ну вот раке мы понимаем что действительно все начинается с института семьи да там и воспитание и вообще дальнейший залог успеха того или иного человека будь он мужчиной или женщиной да как нам подготовить наших детей к семейной жизни то есть чтобы скажем мальчики готовились и становились мужчинами и выполняли в итоге свои какие-то обязательства перед скажем семьей да свои и аналогично женщина ну я вот такой пример привел был такой правитель михмед фатих султан знаете который освободил стамбул в 21 год освободил стамбул в 21 год представляете чем сейчас сегодня занимаются парни в 21 год и что делал михмед фатих султанов 21 год он завоевал стамбул освободил от христиан и вот хотел привести пример вот когда он был ребенком когда был ребенком отец не запрещал но он больше ему я уделял внимание то есть если простые дети просто игрались где-то смех михмед фатих султаном отец больше времени проводил он был с ним как друг они общались они общались откровенно и вот в один прекрасный день михмед фатих султан в 200 пошел заигрался с детьми отец увидел это со злости поднял его на руки бросил мать и сказал ты михмед фатих султан ты должен завоевать стамбул ты должен освободить его и на что михмед фатих султан будучи ребенка посмотрел на отца и отец то есть то есть успокоился да тот на тот момент оба в гневе и успокоился опять же взял в руки сын и будет сынок почему ты не плачешь михмед фатих султан говорит у отец разве султан который освободит стамбул будет плакать должен плакать то есть отцу уже он так отвечает то есть отец с малых лет готовил психологически готовил своего сына понимаете к этому что он освободит сам был и действительно освободил этот в 21 год понимаете действительно надо будучи юноши я же говорю представьте что сегодня чем сегодня занимается молодежь в 21 год понимаете не только тем там они семью построить не смогу и они могут то есть пожениться устроиться на работу но и действительно завести иногда своих родителей тоже я хотел сказать что они родители и отец и мама то есть мама непосредственно должна принимать участие в жизни своей дочери отец в жизни своего сына почему вот я еще раз немножко может отойду от тем вот не понимаю когда вот скажем так вашу дочь кто-то провожает вечером у подъезда неизвестным молодой человек мужчина затем они целого числа знаком на голове с полчаса там стоят неизвестно за него просто знать я вот живу и вот у соседа такая проблема для меня это проблема я не знаю для него проблемы нет его дочку кто-то провожает неизвестный молодой человек родители в это время смотрят в окно и отец и мама мать вы мужчина знаете вы мужчина вы воспитываете своего сына свою дочь и нельзя просто так смотреть кто-то провожает вашу дочь вы не знаете какие у него мысли в голове какие у него мысли в голове какие у него намерения может он да я не знаю искренне даже любит вашу дочь но это все понимаете называется прелюбодеяние в рамках шариат если опять же смотрите вернуться так просто основном сказал ходите ведь если к вам обратился верующий человек молодой человек попросил руку вашей дочери то если он верующий если он богобоязнен то выдайте замуж его выдайте замуж ее за него ибо если вы не сделаете это то начнется фасад то есть начнется фитнес и а нет мы все-таки даем выбор своей девушке и выбор сыну сами и понимаете вот дружить парень с девушкой дружат я не знаю может согласятся нет ну по крайней мере я виду вижу последствия какие катастрофические поэтому я это говорю молодой человек с девушкой ходят дружат любят друг друга и потом последствия начинаются такие катастрофические вот помните буквально но на в прошлом году не ошибаюсь таразе была страшная история когда девушка родила в туалете вам не родила в туалете начали скандальный можно сказать эфир был такой и начали все приглашать саму девушку в родители кто-то начал порицать ее родителей саму девушку осуждать я тут просматривался за этим и следил но заметил что никто не говорил о отце ременка о молодом человеке никто об этом не говорил все ругали ее мать родители кто-то там учителей в школе в институте никто 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 не заикнулся о парне об отце ребенке понимаете и здесь он такой дома сидит в страхе лишь бы обо мне не вспомнили лишь бы обо мне никто не заговорили лишь бы меня сейчас суд не подали и так далее и тому подобное понимаете то есть я к чему хочу сказать что есть действительно родители должны непосредственно участие принимать в жизни своей дочери в жизни своего сына чем они занимаются с кем они ходят дружат когда опять видите хороший подход родителям нужно выбрать в воспитании ребенка это опять же а я вас не зря историю привел мехмед хотя султана это мехмед хотя султан то есть почему привел пример потому что отец на самом деле начинал его действительно воспитывать самых с маленьких с маленьких лет непосредственно сам в этом принимал участие брал собой рядом брали на охоту брали в гости собой на вот почему-то я вот немного опять не соглашусь нашей традиции вот когда вот лишь куда-то в гости ребенок должен где-то там находить втором где-то в сторонке никому не мешает взрослым не мешать сидя молча должен сидеть ждать пока все не разойдутся понимать дядя пророка мухаммада салам всегда брал пророка мухаммада салам с собой вместе и когда его когда он ходил куда-то в гости его приглашали он обязательно взял убрал пророка мухаммада салам рядом он всегда сидел почему если если у вас есть сын обязательно повторять эту сумму пророку амсаслам а потому почему потому что он будет с ранних лет видеть все это как это все происходит как ведет себя отец как ведет его дядя вот если в отношении пророка мухаммада салам и он уже будет это все, скажем так, в раннем возрасте понимать и будет уже вести себя как достойный мужчина уже в юношестве, а не как в 21 год, как я уже сегодня вижу проблему, когда заняты вообще. Ну, это видите, да, опять же не хватает внимания. Опять с детства культивировать в сознании, может быть, ребенка, да, скажем? Да, отец. Чувство ответственности. Ты должен быть ответственным, ты должен понимать, что если ты разговариваешь с другим собеседником своим, будь он друг, будь он там, я не знаю, одноклассник или одноклассница, ты должен понимать, что у твоего собеседника тоже есть родители. У нее, к примеру, тоже есть отец, который воспитывал ее, который, я не знаю, от ее рождения и до ее становления всегда находился рядом. То есть вот с этим чувством ответственности каждый ребенок должен как-то вот расти поэтапно и видеть, и видеть в тебе это. Одни люди задали вопрос таким, ну, большим ученым, как можно воспитать своего ребенка. И эти ученые ответили, воспитай себя. То есть здесь ты просто как-то работаешь над собой, что ли, каждый день. Работая над собой, там все твои победы, они будут отражаться уже на твоих детях, да. То же самое функции матери. Опять же, мать должна там с детства от роду что-то прививать своей дочки. Потому что, ну, мы-то все равно участвуем, воспитываем, ну, есть какая-то граница определенная. И вот в этой границе мы, как бы, действуем мы поговорим. И в итоге... Есть же пословица на казахском. Я процитирую. Акигэк харап улысит, шишигэк харап хзусит. Да. Рядом этим все сказано. И этим все сказано. Когда один из членов семьи зависит от каких-то вредных привычек, к чему это может привести в итоге? К сожалению, на сегодняшний день это, скажу так грубо, бич нашего времени. Угу. Зависимость. И практически каждая вторая семья имеет зависимого человека. Причем зависимого не только там от алкоголя. Там же и наркотики, и громания. И сейчас у нас есть новомодные синтетические наркотики. Угу. Народ уже, кстати, просветлен на эту тему. Там же и зависимость от еды, пищевая зависимость. Вот. Близкие зависимых людей являются созависимыми людьми. И когда девушка находит себе мужа, который страдает зависимостью той или иной. Ну, к примеру, возьмем сейчас наркотическую зависимость. Как правило, почему она находит именно такого мужчину в себе? Потому что в основном, скорее всего, у нее в семье были зависимые люди. То есть вот созависимость, она проявляется с самого детства. Угу. Вот. И большое заблуждение, когда зависимого человека ложат на лечение, к примеру, в реабилитацию, созависимые люди думают, что вот мы его положили, он пролечится, и все у нас будет хорошо. Это колоссальная ошибка. И вот, кстати, очень часто семьи распадаются, когда этот зависимый человек, пролечившись, возвращается домой, к своей супруге, а там ничего не меняется. Угу. И такие отношения, они обречены на крах. То есть если вдруг у кого-то в семье есть зависимые, близкие, и если вдруг вы приняли обоюдное решение, что он будет проходить лечение, не нужно забывать близким о том, что они точно так же должны проходить лечение. То есть существуют определенные группы для созависимых, существуют специалисты по работе с зависимыми и созависимыми людьми. То есть это лечение семейное ни одного конкретного человека. Это лечение всей семьи. И родителей в том числе, и детей, если они взрослые, и супругов. То есть об этом забывать не нужно. Не нужно думать, что вот если он употребляет, виноват в этом он. Как правило, близкому человеку бывает очень выгодно, чтобы другой употреблял. И в ходе лечения это все естественным образом выходит наружу, и человек начинает осознавать и понимать, что если я хочу сохранить эту семью, я должен поступать по-другому. то есть здесь наверное присутствует какая-то пустота у членов семьи, поэтому они пытаются заполнить пустоту. Еще вы знаете, хотела заметить, что у нас есть такая тенденция замалчивать свои проблемы. У нас многие семьи, которые имеют зависимого человека, они скрывают это, пытаясь показать такую идеальную картинку семьи, что у них все хорошо. На самом деле это, как правило, приводит к очень плачевным историям, поэтому не нужно этого стыдиться, это болезнь, это заболевание в первую очередь, потому что многие люди не принимают это как болезнь. На сегодняшний день это признанное заболевание, которое нужно лечить. То есть это не порча, это не сглаз, это болезнь, хроническая, прогрессирующая, неизлечимая. У нас в принципе время, у нас здесь в эфире программа Магнезда Масилия пролетает очень быстро, и оно подошло практически к своему логическому завершению, поэтому в конце ваши рекомендации и советы нашим дорогим телезрителям. Я бы посоветовал мужчинам терпения, женщинам по большей мудрости. кратко сестра таланта моя. Я бы хотела сказать, чтобы вот гордое звание мужчины, оно должно соответствовать, поэтому мужчина должен соответствовать вот этому званию, быть мужчиной. это не просто слово, то есть в слово мужчина очень входит много понятий, то есть мужчина это крепость, чтобы мужчины оставались мужчинами, чтобы у них был хороший пример, каким образом можно стать мужчиной, даже если в семьях нет отца. Для женщин оставаться женщинами, женственными, прекрасными, мудрыми, уметь любить, самое главное это уметь любить для всех людей, которые есть у нас на земле, не потерять вот это самое главное чувство под названием любовь, любовь к себе, любовь к окружающему миру, к своим родителям, к своим близким, просто любите. Конфликты бывают везде, не бывает такого, чтобы в жизни было все гладко, чтобы всегда было веселье и радостно было, бывает все в жизни, но самое главное нужно уметь прощать, прощать с любовью, тогда в конце пути не будет стыдно ни за себя, ни за своих близких, не будет жалко, что ты прожил эту жизнь вот так бездарно, пусть жизнь каждого человека будет со смыслом, вот я этого желаю. отлично мы скажем ауминь, спасибо большое, что вы сегодня были с нами на протяжении этих 50 минут, дорогие друзья, семья это либо постоянный саботаж, либо надежная опора, в обоих случаях необходимо каждый день работать над собой, поэтому будьте терпеливы и снисходительны по отношению к друг другу. До скорых встреч, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин